Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Блаз ссора с парнем, я на эмоциях ударил его по лицу, он толкнул меня, при этом это были угрозы разного рода. Сейчас вроде бы все хорошо, но не могу простить ему этот поступок, когда считаю, что конфликты в последнее время исходят от меня. Девушка 24 года, до этого было много конфликтов на протяжении трех месяцев. Конфликты, в основном, бытовые. А в чем ваш вопрос, девушка 24 года? Какой ваш вопрос? Вы хотите чего парня простить своего? Или что? Чего хотите вообще? Если простить парня, то поможем простить его. Для этого нужно себя простить. Понимаете? Вот. Если вы хотите, например, чтобы это больше не повторилось, допустим, то тоже можно сделать, чтобы это больше не повторилось. Ну, то есть вот, в том смысле, да, что можно ваши отношения улучшить. И это больше не повторится. Ну, по крайней мере, с относительно высокой долей вероятности это больше не повторится. То есть вопрос, как мне кажется, здесь в том, чего вы хотите. Вот. По большому счету. Конфликты, ну, ваши конфликты, которые происходят, ну, между вами, имеют под собой основания тревоги. Конфликты, это тогда привок, страх, агрессия. Может у этого быть, конечно, и... Так скажем... Конструктивная энергия. У этого может быть конструктивная энергия. Так называемая либидозная. То есть, например, вам хочется проявить ласку, вам хочется проявить любовь, хочется проявить заботу, вот. Но вы не знаете, как это сделать. Например... Вот. Ну, просто... Просто вы не знаете, как это сделать. Вот. И... Соответственно, от незнания вас эти эмоции разрывают, и вот вы себя вот так ощущаете. То есть, ну, вот, в целом, такое, ну, такое восприятие получалось. Вот. То есть, эмоции начинают, как бы, ну, оправляться, скажем так. Такое тоже было, да. К сожалению. Вот. А я не очень понял, эээ, насчет, эээ... Разные угрозы. Что вы имели в виду? Вы имели в виду, что... То, что... Человек... Вас столкнул, не то же самое, что он... Эээ... Ну... Вы его, он... Эээ... Ударили... Эээ... По щеке. Эээ... Вы это имеете в виду, что это не то же самое? Не то же самое? Эээ... Если это, то да, вы правы. Это не то же самое. Не одно и то же. Вот. Это правда. Но... Как бы... Эээ... С этим нужно что то делать. И в частности... Эээ... Эээ... С этим можно делать что... Что-то. А... Опираясь на, в общем и целом, эээ... То, что человек сам по себе думает про то, что произошло, вот, видите ли вы его, например, раскаяние, вот, ну, как бы, вот, замечали ли вы его раскаяние, например, да, как бы. Ну, видели ли вы, что он как-то исправился, что он больше нет, что он не хочет повторения этой ситуации, например, понимаете, как бы, то есть, есть ли, иными словами, у вас какие-то основания, вот, полагать, да, что он, ну, действительно, вот, изменился, например. Знаете, какая штука? Если, как бы, таких оснований нет у вас, ну, нет оснований полагательных, например, то, скорее всего, это повторится, если мы, если человек, вот, как-то, вот, не осознал, да, того, того, что сделал, например, вот, а еще очень важный момент ценностей, которых человек, вот, придерживается, то есть, как бы, ну, вот, что это за ценности у него, вот, и вы видите, что за ценности продвигает ваш партнер, вот, ценности это такая штука, которая, ну, не так быстро меняется, к сожалению, вот, понимаете, да? Поэтому, может быть, вы и справедливо не можете его простить, вот, потому что за что прощать, если человек не изменился, вот, понимаете, какая история? Поэтому здесь, вот, все, на мой взгляд, не так, не так однозначно, вот, нужна больше информации, как мне кажется. А у вас, о ваших отношениях, о том, что между вами общего есть и так далее, вот. Вот, и, соответственно, тогда уже будет как-то более очевидно, вот, в какую сторону двигаются ваши отношения. То есть, вы себя вините, вот, ну, если, вот, вы себя вините, да, как бы, говорить, что, что, это я, вот, ну, виновата, вот, в том, что, вот, вот, а, ну, конфликты, из-за меня конфликты происходят, да? Вам это мало что даст, то есть вы себя видите, а вам это в общем и целом мало что даст. Я бы даже сказал, что вам это совершенно ничего, кроме какого-то чувства вины и вам это не даст ничего. Вот, совершенно, понимаете, какая штука тоже здесь имеет место быть. Вот, поэтому, конечно, что в этом случае, в этой ситуации делать вам решат. Вот. Но мне кажется, что лучше бы вы начали вот как-то смотреть на свои желания, на свои чувства, вот, на свои потребности, вот, и более откровенно о них как-то заявлять. Вот. А сейчас, на мой взгляд, ну как бы этого вы не делаете. Вот. Так что вам в целом, ну довольно болезненно, вот, что в принципе выглядит, ну вполне естественно, и вполне естественно, что вы тревожны из-за этого, и вполне естественно, что вам не по себе из-за этого, и вполне естественно, что вы агрессируете из-за этого, и вполне естественно, что ваша агрессия может предаваться вашему партнёру, вот. То есть это такая, по большому счёту, цепная реакция получатся. И как бы это можно скорректировать, как мне кажется, но нужно, наверное, чтобы вы в первую очередь сами для себя решили, чего вы хотите. А если молодой человек, я имею в виду, если ваш молодой человек согласен с тем, что, ну, вот, происходящее между вами является проблемой, да, например, вот. Если, ну, молодой человек, вот, согласен с этим, то, как мне кажется, с этим можно работать. То есть можно вам в общем целом помочь. На этом всё, пожалуй, это всё, что я хотел сказать на данный момент. Я надеюсь, что вам это было интересно, я надеюсь, что вам это было как минимум не бесполитно, вот. Желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь, собственно, за помощью. Вот мы вам с радостью поможем. Спасибо.